Субтитры создавал DimaTorzok Это восьмая серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы говорили о важных и основательных изменениях, произошедших в монгольской политике по отношению к исламскому миру, со дня назначения Мингухана главой монгольской империи. Мингухан взошёл на престол в 649 году по хиджре и был таким же сторонником политики экспансии, как Угедей Аданивой Чингисхан. Он принял решение о завоевании аббасистского халифата и поручил это своему брату Хулагу. Хулагу, как мы говорили в предыдущей серии, начал тщательную, мудрую и, если быть откровенным, просто блестящую подготовку. Сперва он подготовил будущий театр активных действий. Он построил дороги и мосты, изготовил огромные повозки, мобилизовал армию. Проще говоря, он сделал многое из того, что облегчит процесс завоевания аббасистского халифата. Всё это открыто, а мусульмане на это никак не реагировали. Затем татаро-монголы сделали заметный прогресс в монгольской политике в отношении дипломатических переговоров и поиски союзников. Татаро-монголы никогда не знали, что такое дипломатия, не знали, что такое союз и никогда ни с кем не объединялись. Они не видели никого помимо себя. Но сейчас они попытались заключить союз с некоторыми государствами для осуществления главной задачи – завоевания аббасистского халифаты. В 651 году по хиджре Людовиком IX, королём Франции, к татаро-монголам было направлено посольство, однако переговоры ни к чему не привели. Потому что Мингухан совсем не мыслил в дипломатии. К королю Франции он ответил, что заключит союз только при условии зависимости Франции от Монгольской империи, что у империи нет и не может быть друзей. Естественно, это говорил человек, владеющий полмиром на то время. Король Франции не пошёл на это, так как имел свои планы на Левант и Египет. Так эти переговоры зашли в тупик. Однако князья из знать империи переубедили Мингухана. Они настаивали на том, что ему следует проявить некоторую политическую гибкость. Политика – это двуличие, натянутая улыбка, игра слов, громкие заявления, лесть, обещания, подарки и многое другое. Нужно научиться заключать союзы. И даже если король Франции не согласился с тем, чтобы его страна была в зависимости от Мингухана, ведь есть много других королей в мире, которые согласны быть в подчинении и служении у ног Мингухана. Для достижения этого Мингухану нужно сделать несколько шагов навстречу и грамотно использовать политику, так как это советовали ему делать князья и знать империи. Прибыл правитель Армении, которого звали Хитум. Государство Хитума испытало на себе самые горькие последствия монгольского нашествия. Татаро-монголами было вырезано большое количество армян, как уже было сказано в предыдущих сериях. Армения неоднократно покорялась монголам. Многие ее города были разгромлены. Тем не менее, несмотря на все это, Хитум пришел с согласием стать подданным монгольской империи. Тем более, что отношения Хитума с мусульманами были далеко не самыми лучшими. Постоянные военные конфронтации и давняя темная история связывала его с мусульманами. Итак, Хитум пришел в Каракорум. Мингухан же стал более подкованным в политике. Он оказал ему роскошный прием, прям королевский. Он встречал его величие, короля государства Армении. И это при том, что площадь всей Армении равна всего 30 тысяч квадратных километров, что примерно не больше ни самой крупной исламской провинции. И, конечно, это всего лишь точка по сравнению с Великой Монгольской империей. Тем не менее, ему была оказана такая честь для того, чтобы мотивировать его к полной самоотдаче в интересах Монгольской империи. Хитум, конечно, не мог себе поверить. Такой гостеприимный и теплый прием от владыки мира того времени Мингухана для главы какого-то маленького государства, для него это было великой честью и гордостью. Возвращался к себе на родину, он, конечно, уже с высоко поднятой головой, полагая, что благодаря своей мудрой политике смог наладить хорошие связи с величайшим в мире на то время государством. Хотя всеми было понятно, что он всего лишь пешка в руках татаро-монголов. Король Хитум сидел на роскошной королевской аудиенции у Мингуханы, на которой Мингухан осыпал его хорошими предложениями и привилегиями. Мингухан сказал ему, что если он поможет им в войне с халифатом, то получит следующее. Во-первых, гарантия сохранности его личных владений и гарантия сохранности его самого в качестве главы государства Армении. Конечно, для короля Хитума это самое важное. Он был просто счастлив в такой невиданной ранней щедрости татаро-монголов. Второе. Освобождение армянских церквей от подати. Далее третье. Передача Армении некоторых турецких городов. Армяне вели борьбу за некоторые города с мусульманами-сельджуками, жившими в Турции. Как вы знаете, Армения находится непосредственно к востоку от Турции. Так вот, монгольский каган Мингухан обещал отдать Армении несколько мусульманских турецких городов, если армяне помогут в войне с абасидским халифатом. Тот, кто не владеет, обещал тому, кто не заслуживает. Четвертое и последнее. Назначение короля Хитума главным советником Мингухана по делам Западной Азии. Должность, конечно, довольно серьезная, но бесполезная. Хитум никак не влияет на монгольскую политику. Это просто титул, как его превосходительство – посол, его величие – король, его преосвященство – царь. Просто громкие слова, ничего не значащие для императора, владеющего почти всем миром на то время. Это просто политический прием, которому он ловко обучился. Хорошо. Взамен чего все это? Что требовалось от Хитумы? Что требовалось от Армении? Почему такое огромное государство, как Великая Монгольская империя, проявляя беспрецедентную скромность, идет на соглашение, заключает союз и дает обещание правителю Армении? Страны, которая просто незаметна на карте мира. На самом деле, Мингухан преследовал довольно долгосрочные цели. Во-первых, Мингухан воспользуется опытом ведения войны этой страной с мусульманами. Ведь эта страна уже долгие-долгие годы воюет с мусульманами. Да, она маленькая, но опыта у нее не занимать. Являясь ближайшим соседом мусульманских стран, она владеет ценной информацией. Таким образом, он приобретет важнейшие логистические сведения об Абасистском халифате. Тем самым, задача завоевания Абасистского халифата станет еще проще. Во-вторых, он сможет использовать армянские войска в сложных походах и сражениях. В случае штурма опасных зон или столкновений с сильными исламскими отрядами, армянские воины будут выстроены в авангарде. Пусть лучше погибнут армяне, чем татаро-монголы. В-третьих, по списку, но не по назначению, психологический фактор. Название армии вторжения в Абасистский халифат сменится с монгольской на армию союзных сил. Это будет уже не только монгольская империя. Это монгольская империя, это Армения, это, возможно, еще и Грузия, Курдж и еще какие-то страны. Это будет целый альянс. Это все эти страны, заключившие союз с государством номер один, практически ничего не решают. Они не несут ощутимой пользы. Однако не стоит недооценивать психологический фактор влияния этого угрожающего выражения «союзные силы», нежели это была бы просто монгольская армия. Мингухан тем самым, как мог, добивался преувеличения и раздувания своих возможностей в надежде погасить всякий энтузиазм в защите своей родины в сердцах мусульман. К тому же так он, конечно, открывает ворота для сотрудничества с остальными христианами. Этот правитель Хитум сейчас его друг и соратник, и теперь он может выступать послом, посредником между ним и крестоносцами. Да, переговоры с крестоносцами не имели успеха, и каждая новая попытка проваливалась. Посольство Людовика IX, посольство Иннокентия IV, предыдущие и последующие делегации, все их переговоры заходили в тупик. С этого дня же посредством Хитума будут налажены дипломатические мосты с христианскими королями, связи с которыми ранее были оборваны. Также Хитум впоследствии сможет добраться до христианских княжеств-крестоносцев, находящихся на территории Леванте, и заключить с ними союз от имени друга величайшей силы на то время, силы татаро-монголов. Так, Хитума можно использовать полностью в интересах монгольской империи. И при этом империя от этого ничего не теряет, ведь что в итоге он получил? За ним сохранили престол государства, который ничего не значит на карте монгольской империи. Сохранили его трон как правителя лояльного монгольской империи, находящегося под ее крылом. Церквей, освобожденных от податей в этой невидимой на карте мира стране, очень мало, и тот титул, который был ему присвоен, не имеет никакого значения. Поэтому Мингухан фактически ничем не пожертвовал. От этого он только выиграл и приобрел. Таково положение могущественных лидеров, правящих миром, силой, а не нравом и религией. А также их последователей, знающих, как говорится, свое место и правильно оценивающих свои возможности. Итак, Мингухан действительно начал послать Хитума, правителя Армении, заключать договоры. Куда же он его отправил? Он отправил его в княжество крестоносцев на территории Леванта. В Леванте в то время существовали несколько таких княжеств. Антакья, Сайда, Акра, Хайфа и другие. Что же им пообещал Мингухан через Хитумы? Он пообещал им, что если они помогут татаро-монголам завоевать Левант, то он безвозмездно передаст им Иерусалим, байтуль-макдис. Иерусалим, который когда-то освободил Салахуддин Аль-Айуби, да помилует его Аллах, снова попал в руки крестоносцев, когда эмиры Айубиды в 626 году подарили его христианам-крестоносцам для того, чтобы последние помогли им в походе на Египет. Субханаллах. Однако в 643 году Наджмуддин Айуб, благочестивый правитель Египта того времени, смог снова освободить Иерусалим. Это за 7-8 лет до событий, о которых мы говорим. Теперь же Мингухан обещает князьям-крестоносцам, что вернёт им Иерусалим, что подарит им Палестину слово Мингухана. Такое же слово, как было дано и Хитуму, дорогие братья и сёстры. История повторяется. Тот, кто не владеет вещью, обещает её тому, кто её не заслуживает. Такими были отношения князей-крестоносцев с Мингуханом, правителем татаро-монголов. Но обратите внимание, правителей большинства княжеств-крестоносцев переполнял сильный страх, потому что они переживали не лучшие времена, находясь при этом ещё и в сердце исламского мира. Потому они не могли открыто объявлять о согласии сотрудничать с Мингуханом, императором татаро-монголов. Они решили переждать в сторонке и понаблюдать, какая из сторон возьмёт верх, мусульмане или монголы, для того, чтобы присоединиться к победителям. За исключением единственного правителя одного из княжеств-крестоносцев в Ливанте. И это был Боэмунд, правитель антиохийского княжества, ныне район и город с одноимённым названием Антакия в Турции. Боэмунд поспешил явиться в Каракурум. Он встретился с Мингуханом и обещал ему сделать всё, что возможно со своей стороны, чтобы помочь завоевать Ливан в обмен на щедрые дары императора. И действительно, далее мы узнаем, как Боэмунд будет помогать Мингухану и Хулагу. В следующих сериях мы увидим также, какой подарок он за это получит. Мингухан также заключил союз с христианами на исламских землях. И это не христиане, проживающие в княжествах христоносцев, а те, кто реально находятся в обществе мусульман. Он прибыл в Багдад к патриарху, его звали Макика. Он заручился его поддержкой, пообещав ему высокую должность во власти, которая будет править Ираком после его падения. Мингухан дал ему такое слово. Мингухан даже добрался до главы министров аббасидского халифата того времени. Вы можете себе это представить? В своей дипломатической деятельности он дошел до председателя министров Ирака того времени. А халиф совершенно не в курсе. Халифа звали Мустасимбилля, а главу министров Муайюд-Дуддин. Имя, маше Аллах, Муайюд-Дуддин, поборник религии, но был он шиитом. И испытывал огромную ненависть к ученым суннитам, а также к суннитскому аббасидскому халифату, который был воплощением ислама долгие годы и столетия. Этот человек заключил союз с Мингуханом в обмен на получение высшего поста управления государством после падения Ирака. Происходит столько заговоров, а мусульмане ни о чем не подозревают. Либо кто-то догадывается, но продолжает молчать. Однако все эти заговоры не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит дальше, еще более печальная и удручающая история. Часть эмиров-мусульман самостоятельно отправляются в Каракорум для встречи с Мингуханом. Точнее, они хотели отправиться в Каракорум. Но Хулагу не позволил им это сделать. И Мингухан, который до этого сам был инициатором таких союзов, отказался принять их и поручил это Хулагу, умоляя таким образом их значимость. Договоры были заключены с Хулагу. Они заключили союз с Хулагу для завоевания аббасидского халифата. Кто эти люди? Бадруддин Аль-Лю-Лю и Мир Масула. Он правил севером Ирака. Участвовал в заговоре с монголами против аббасидского халифата. Калыч Арслан IV и Кейкаус II. Они были правителями сельджуков на территории Турции. Турция в это время также участвовала в заговоре с монголами для покорения аббасидского халифата. Ан-Наср Юсуф Аль-Айуби. Еще одно громкое имя. Ан-Наср Юсуф Аль-Айуби. Имир Алеппо и Дамаска. Он отправил своего собственного сына, Ибн Аль-Насра, для заключения союза с Хулагу и для присоединения к исламской группе в составе армии монголов. И Ан-Наср Юсуф этот, родной внук Салахуддина Аль-Айуби. Посмотрите на огромную пропасть между великим муджахидом, воином Салахуддином Аль-Айуби, да помилует его Аллах. И тем, кто пришел после него и продал свою религию за никчемную, ничтожную, презренную долю мирского имущества. Ан-Наср Юсуф послал своего сына воевать в рядах монголов против аббасидского халифата, для того, чтобы освободить Ирак, по их словам, от действующего халифа Мустасима Билля, правящего на то время Ираком. Далее к заговору присоединяется Ашраф, почтеннейший Аль-Айуби. Ашраф Аль-Айуби, имир Хомса, также заключает союз с Хулагом против мусульман. На самом деле, дорогие братья и сестры, все эти союзы максимально ослабили силы мусульман. Ослабили силы мусульман, потому что этими союзами аббасидский халифат был окружен со всех сторон. Мы говорим о севере Ирака и о его западе. Некоторые государства непосредственно на севере Ирака, Масул и близлежащие земли, а другие на западе, на территории Сирии, Алеппо, Хомс и Дамаск. Ситуация из неприятных. Исламское государство окружено со всех сторон мусульманами. К тому же ситуацию делает еще опасней та информация, которую они способны сливать татаро-монголам. Ведь они живут на землях мусульман. Сколько раз они посещали аббасидский халифат, посещали Багдад, Басру и другие города. Они знают тут каждый камень и травинку. Они раскрыли им все карты, поведали им обо всех тайнах. Они дали Хулагу полный карт-бланш. Они ни на секунду не думали предать Хулагу, но решительно вознамерились предать Ирак, предать аббасидский халифат. Более того, дорогие братья, эти заговоры полностью подорвали моральный дух мусульманских народов. Когда мусульмане увидели, как они устремились к монголам, желая получить хоть мизерную, ничтожную долю мирского имущества, пожертвовав ради этого всем, что у них есть, моральный дух мусульман пал до нулевой отметки. Это и объяснит нам в будущем то, почему мусульмане не подняли меч в свою защиту. Они даже и не думали о сопротивлении. Мусульмане пали под ногами монголов, терпя невиданные доселе и не случавшиеся после поражения. Ситуация действительно была трагической, дорогие братья. Упадок в исламском мире достиг невероятных размеров, а Хулагу, к тому же, все продолжал планировать и планировать. Что же еще? Хулагу развернул психологическую атаку против мусульман. Он не ограничился военной подготовкой в будущем театре военных действий. Он не остановился на заключенных союзах с крестьянами, курджами-грузинами, армянами, князьями-христоносцев и мирами-мусульман и другими. Он начал терроризировать и кошмарить мусульман, совершать атаки, истощающие силы аббасистского халифата на протяжении пяти лет. После Чингисхана и Угадея война в исламском мире активно не велась. Теперь же он стал напоминать им о прошлом. Он приходил в ни о чем не подозревавшие села, вырезал все их население и возвращался. Истощающие нападения. Он устраивал засады караваном. В одном из таких нападений на караваны он овладел караваном, в котором было 600 тысяч золотых динаров аббасистского халифата. Можете себе представить, какой экономический удар был нанесен по аббасистскому халифату грабежом 600 тысяч золотых динаров из его казны? Путем таких террористических актов он истощал ресурсы аббасистского халифата. И среди людей пошла молва о том, что монголы непобедимы. Еще одно средство подавления морального духа мусульман он сотрудничал с некоторыми мусульманскими писателями. Мусульманские писатели и писари в то время выполняли задачу СМИ. СМИ того времени были рассказы, проза и поэзия. А также проповедники, выступавшие повсюду. Эти проповедники в мусульманских городах рассказывали о возможностях татаро-монголов. Они описывали силу и мощь татаро-монголов и убеждали людей в колоссальной, непостижимой разнице между армией монголов и армией мусульман. Психологическое и ментальное давление на моральный дух, дорогие братья. Только представьте себе, мусульмане сами рассказывают о могуществе своего врага. И так повсюду. Как мы видели и продолжаем видеть сегодня описание сил врага мусульман на страницах почти всех газет, в средствах массовой информации. Полное подавление мысли о возможности сопротивления в головах мусульман. Лошади татаро-монголов сильнее лошадей мусульман. Монгольские мужчины сильнее мужчин-мусульман. Монгольские женщины сильнее мужчин-мусульман. В Аллахе, так они говорили в своих рассказах, чтобы подавить весь моральный дух мусульман. И чтобы последние, таким образом, сложили свои головы перед татаро-монголами. Татаро-монголы писали свои письма посредством мусульман и в стиле мусульман, на арабском языке, в рифмованной прозе, как это было принято в то время. Они даже использовали аяты священного Корана. В них они описывали справедливость монголов на их землях. И что они пришли сюда на эти земли лишь для того, чтобы разделить свои ценности, тогда как целью их было лишь уничтожение населения. Люди слышали эту речь. Кто-то верит этому, кто-то заставляет себя верить. В итоге весь моральный дух мусульман сломлен, и все теперь готово к мечам татаро-монголов. Когда Хулагу увидел, что все готово, он твердо решил собрать войска и пойти на Багдад, чтобы завоевать жемчужину исламского мира и столицу исламского халифата на протяжении больше 500 лет, великий город Багдад. Как это было? И каким был ответ мусульман в Багдаде, в Ираке, в Ливанте, в Египте и в других регионах исламского мира? Все это и многое другое мы узнаем в следующей серии, иншаллах. Прошу Аллаха, аззаваджаль, даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезными для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Вы вспомните о том, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Субтитры создавал DimaTorzok